Всем привет! Вы смотрите Универ Ньюс и о самых интересных новостях Казанского Федерального Университета прямо сейчас расскажу вам я, Настасья Иванова. Итак, сегодня в эфире. Праздник близко. Президентская елка Республики Татарстан зажгла свои огни. Молодые предприниматели Татарстана не перестают удивлять, как попала новогодняя елка на дно Голубого озера. Президент Республики Татарстан Рустам Мениханов встретился с ректором Казанского Федерального Университета Ильшатом Гафуровым. Что послужило поводом встречи, смотри в следующем сюжете. В попечительском совете Казанского Университета состоялось открытие образовательного семинара для глав муниципальных районов и городских округов Республики Татарстан. Участие принял президент Республики Татарстан Рустам Мениханов, а также ректор Казанского Университета Ильшат Гафуров. В первичной подготовке и переподготовке государственных муниципальных службовщиков с 2010 года с момента передачи в ЛОНа Федерального Университета Академии Госмуниципальной Службы центром ответственности за эту работу стала специально созданная структура университета под названием Большой школы Госмуниципальной Службы, на которой мы сегодня и находимся. На встрече обсудили основы организации антитеррористической деятельности в муниципальных районах и городских округах Республики Татарстан. Терроризм и экстремизм, к сожалению, сегодня это самая большая угроза не только для нашей страны, для всего мира. И она является государственной политикой по обеспечению национальной безопасности, модернизации экономики, устойчивого социально-экономического развития. Анна Глазунова, Роман Самарин, Универ Ньюз. В Татнефть-Арене состоялась 17-я президентская елка. На праздничное шоу были приглашены свыше 7 тысяч одаренных детей со всех уголков Республики. 25 декабря на арене Ледового дворца Татнефть-Арена стартовала президентская елка 2017. Представление в этом году проходило параллельно на двух языках – русском и татарском, с читерами, выведенными на огромный медиа-экран. Сказка-мюзикл по задумке организаторов в этом году стала своеобразной интерпретацией Снегурочки Александра Островского. Песня «Татарстан» В финале праздника юных татарстанцев поздравил президент Республики Рустам Мениханов. Хотел бы поделиться своими ощущениями вот это представление прекрасно организованным для лучших наших детей, которые представляют всю нашу республику. Президентская елка проводится в столице Татарстана уже в 17-й раз. Специальным гостем президентской елки в Татарстане стал российский певец Алексей Воробьев. Диана Шилова, Леонардо Влетьяров, Универ Ньюс. Всех это стать богатыми. Кто-то хочет выиграть в лотерею, а кто-то хочет всего добиться сам. Если ты из последних, то ты точно знаешь про фабрику предпринимательства, а если нет, тогда сюжет Олега Кашина будет для тебя полезен. Институт управления экономики и финансов Казанского федерального университета 24 декабря принял в своих тенах президента республики. Рустам Миниханов посетил выпускной фабрики предпринимательства и выступил с приветственным словом перед участниками проекта. Наша площадка, фабрика предпринимательства, это уникальный проект. Его надо развивать на самом деле не только Казань, Челны, Альметьев, Снежникамсон, Муслюмова, еще какие-то районы. Это те, которые сюда доехали. Это очень важно. Вот эти примеры надо показывать, тиражировать. Напомним, что фабрика предпринимательства это совместный проект Казанского федерального университета и Министерства экономики Республики Татарстан. Ильшат Гафуров, ректор Казанского федерального университета, отметил, что тема предпринимательства очень важна для Татарстана и КФУ. Именно поэтому в университете начнут читать курс лекций по предпринимательству не только для экономистов, но и для студентов других направлений. Мы пошли по пути обучения как учебное заведение. У нас курсы предпринимательства сегодня, независимо от того, учишься ты в финансо-экономическом институте, либо в институте физики, химии, геологии, читаться будут везде. И этот процесс уже начался. Цель фабрики – поддержка и обучение предпринимателей. Участники проекта должны составить бизнес-план, организовать предприятие и начать получать прибыль. И на все это дается всего 90 дней. Задачи кажутся невыполнимой, но в этом деле участникам помогают опытные люди, которые занимаются бизнесом не первый год. Через три месяца проходит выпускной, на котором будущие бизнесмены показывают достигнутые результаты, а лучшие из них получают инвестиции для развития своего бизнеса. Аля Кашин, Роман Самарин, Универньюс. Программа «Неделя спорта» проводит конкурс на звании лучшего спортсмена года, где ты можешь проголосовать за одного из участников. Кто уже прошел в полуфинал и когда состоится голосование за выбор победителя, смотри прямо сейчас. Программа «Неделя спорта» телеканала «Универ ТВ» проводит конкурс на звание лучший спортсмен года 2017. Сейчас известны имена всех четырех полуфиналистов. Ими стали победители своих групп. В групповом этапе участвовало 12 отобранных редакций спортсменов. Полуфиналистами стали те, кто набрал наибольшее число голосов. Первая пара полуфиналистов – член сборной КФУ по волейболу Антонина Терентьева и капитан и тренер сборной команды КФУ по плаванию Роман Фролов. Вторая пара – вратарь сборной КФУ по большому футболу Фарид Садриев и капитан сборной команды КФУ по хоккею Илья Харитонов. Выбор финалистов проходит в группе телеканала «Универ ТВ» в социальной сети ВКонтакте путем голосования. 25 декабря стартует финальная часть конкурса, где решится, кто же станет спортсменом года по версии программы «Неделя спорта». Проголосовать за победителя может любой желающий. 26 декабря состоится подведение итогов. На нем и решится, кто станет победителем. Победитель конкурса, естественно, получит как минимум признание того, что зрители все-таки посчитали его лучшим спортсменом года по версии «Неделя спорта». Ну, естественно, материальный подарок, небольшую статуэточку от нашей программы, чтобы на память, чтобы можно было пополнить свою коллекцию трофеев. В будущем «Неделя спорта» планируют сделать конкурс ежемесячным. Спортсмены месяца также будут выбирать зрителей с помощью голосования. Артем Тупичкин, Роман Самарин, «Универ Ньюз». Теперь одно из самых популярных озер Казани украшает новогодняя елка, причем на самом дне. Как зеленая красавица туда попала, расскажет Адель Шамилова. Ура! Сейчас мы будем зажигать. Отправим наших дайверов в воду, а сами устроим здесь праздничный. Денье утра, но здесь не тихо. Вот-вот клуб казарских аквалангистов погрузит елку на самое дно глубого озера. Кстати, это озеро было выбрано не случайно. Оно одно из немногих, которое не замерзает даже в самый лед и мороз. Теперь эта зеленая красавица украшает одно из любимых озер Казанцев. А потрудились над этим активисты клуба подводного плавания Казанского государственного медицинского университета. 39-ю елку ставим в честь 40-летия нашего клуба. И эта традиция, она уже стала традицией всех дайверов в Казани. Не обошлось такое праздничное мероприятие без Деда Мороза и Снегурочки, которые никого не оставили без памятных подарков. Кстати, водные жители озера не стали исключением. Мороз, а скажи нам, рыбкам подарочки под елкой будут лежать? Конечно, мы никого не забываем. Ни рыбок, ни рачков, никакую живность, ни водную, ни наземную. Поэтому мы все, у нас вот есть такой большой мешок с подарками, и мы никого без подарков не оставим. Это уже Новый год, это прекрасный праздник. А какие там подарки? А если вы расскажете стишок, вы обязательно получите один из подарков, тогда уже будете знать, какой это будет подарок. Установка новогодней елки на дне озера уже стала традиционной. Такая процедура занимает не менее пяти минут. Вода в глубом озере круглый год одной температуры. Всего плюс четыре градуса. Елку нарядили на берегу, причем как положено с гирляндой. А затем опустили на дно и загадали желание. Красивая водная традиция взяла свое начало с 1978 года, когда и был создан Казанский клуб подводного плавания. Но, несмотря на многолетие традиции, она по-прежнему привлекает активное внимание жителей города. Еще бы, здесь горожане общаются с дайверами, отдыхают на природе, раскидывают лагерь, катаются на лыжах и санях. Одним словом, проводят выходной весело и с пользой. Аделья Шамилова, Станислав Шамилов, Универ Ньюс. На этом все. Подписывайся на наши социальные сети и будь всегда в курсе самых свежих новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова